Когда я слушал доклад Алексея Лидова, который сейчас ведет заседание, то у меня возникла такая ассоциация со стихами одного из поэтов, которого сегодня уже цитировали. Он нас свел вместе в словах, как облаком сердце одето, и камнем прикинулась плоть. Облако и камень оказались рядом. Мне всегда казалось, что облако – это следующий образ, которым стоит заняться. Он очень важный для библейского текста. Но сегодня я буду говорить о камне. Это первое. И второе. Я очень благодарен этой конференции, что она позволила мне поднять тему, которой я занимался очень давно, а потом надолго от нее отошел. И вот сейчас я вернулся к тому, что делал когда-то, что-то сделал дополнительно, очень трудно разогревать то, что остыло, но что-то получилось. И вот, пожалуйста, я постараюсь уложиться в свои 20 минут, но у меня явно совершенно даже тот текст, который я подготовил, на большее время. Поэтому, поскольку я уже написал статью в сборник по этой конференции, статья есть, и она большая и подробная, то я просто на какой-то точке скажу спасибо, а все остальное вы прочтете в этом тексте. Вот. Ну а теперь, собственно говоря, про камень. Вы понимаете, эта тема, когда-то, когда ее начал, для меня были сплошные открытия, сюрпризы и неожиданности. Камень в Библии вообще упоминается довольно часто, но не как отражение облика тех мест, в которых протекала священная история. Как вы знаете, камней там достаточно. Образ камня в тексте многогранен, причем большинство его граней имеет отношение не столько к реальности земной, естественной, сколько к реальности сверхъестественной, божественной, а сам образ несет большую символическую нагрузку. Чаще всего камень упоминается в контексте отношений Бога и человека. Он поднят до уровня избранного материала, перекликающегося с концепцией избранного народа, являющегося первым, главным и основным, и правильным материалом для возведения храма и так далее. Образ камня в Библии распадается на три отчетливо выделяющихся мотива. Камень как таковой, драгоценный камень и побиение камнями. Каждый со своей символикой и ассоциациями. Все три берут свое начало в пятикнижии. Вот первая была неожиданность для меня, когда я посмотрел, с кем связано первое упоминание каждого из этих трех отдельных мотивов. Камень как таковой связан с Иаковым. Драгоценный камень с Иосифом. Это нуждается в разъяснении, но оно будет потом. Побиение камнями с Моисеем. То есть все три грани каменного мотива вводятся в ассоциации с фигурами, значения которых для библейского текста трудно переоценить. Дальше не буду говорить, потому что это так понятно. Таким образом, третий мотив побиения камнями в книге бытия отсутствует. А он, кстати, один из самых частотных. А второй мотив, драгоценный камень, представлен только одним контекстом. И это вообще первое упоминание камня в библейском тексте. В первой книге пятикнижия доминирует мотив камня как такового. Камня вообще. Ну, сразу видно, что порядок мотивов в тексте не соответствует генеалогическому порядку патриархов. Мотив драгоценного камня появляется раньше, чем мотив камня вообще. Возможно, это связано с тем, что о драгоценном камне в первый раз говорится вне связи с кем-то из рода Израиля. Он является символом со всей именой реальности. А то, что оникс, а это первый камень, который упоминается, камень Иосифа, мы узнаем значительно позднее, уже в следующей книге пятикнижия. В каком-то смысле можно выделить еще одну грань образа. «Значимое отсутствие камня в нарушении нормального предопределенного порядка вещей». Это глава 11, стих 3. Это появляется в рассказе о строительстве Вавилонской башни. Если посмотреть на события, связанные с тремя вышеупомянутыми фигурами, получается, что генезис каменной темы в пятикнижии помещен в контекст происхождения народа Израиля, его поселения в Египте, его исходы из Египта, дарования Тора и поселения в земле обетованной. Однако в книге «Бытия» из этого набора тем говорится только о происхождении народа Израиля. Все остальное связано с Иосифом и Моисеем. «В значении камня во всех контекстах книги «Бытия», как, впрочем, и на всем протяжении пятикнижей и всей еврейской Библии, для обозначения камня как материального объекта употребляется только одно слово – «эван». Ну, или «эбан», если брать, так сказать, без смягчения. Это, собственно, единственный субстантив, который обозначает камень в еврейском языке. Но вот что удивительно, побиение камнями, выражается несколько по-другому. Там иногда есть прилагательный «беаваним», но вообще два глагола «рагам» и «сакаль» – они из другого какого-то ряда. Но об этом речь не сегодня. Еврейские комментаторы, вероятно, ориентируясь на символическую нагрузку слова, семантически и этимологически связывали его, это народная этимология, как часто говорят, с понятиями «бен» и «бана» – «сын» и «строить». Другими словами, они помещали в то самое семантическое поле конфигурация, которая определяется двумя идеями – рождение и строительство. Всего слово «эбан» встречается в книге «Бытия» 15 раз. Распределение этих контекстов весьма примечательно. Два самых первых – не связаны с Ааковым, все остальное связано с Ааковым. Знаете, что меня поразило, когда я делал статистическую выборку, смотрел и так далее? Ни с каким другим патриархом, ну кроме Иакова, камень не упоминается вообще, только с Ааковым. Сейчас я к этому попривык, а тогда это было для меня удивительно. Я об этом рассказывал, по-моему, в 2002 году на конгрессе в Иерусалиме, и оказалось, что это было удивительно и для той аудитории, а она грамотная была, подготовленная. И тоже для них это было абсолютно удивительно, что Иаков – это вот средоточие каменных мотивов в книге «Бытия». Но обратимся к разбору контекстов. Драгоценный камень. 2.12. Из Эдома выходила река для орошения рая. Я читаю синодальный перевод, а потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фессон или Пишон по-еврейски. Она обтекала всю землю, хавила ту, где золото, и золото той земли хорошее, там бдулах и камень оникс. Значит, только эта река заслуживает подробного описания. Вот что интересно, здесь упомянуты два камня. Ну, в общем, бдулах обычно отождествляется жемчугом, а жемчуг обычно не совсем каменного происхождения, но обычно считается камнем, драгоценным. А слово «эван» употребляется только в отношении шогам или оникс. Отождествлений было очень много. Все в этом контексте служило предметом споров между комментаторами. Время летит быстро, поэтому я не буду касаться подробностей. Но несколько моментов укажу. Значит, один я уже назвал. Бдулах и шогам – два камня, только один назван камнем. Ну, у меня есть гипотеза, я не могу ее ничем подтвердить. Вот здесь, кажется, нет человека, которому не нравится, когда докладчик говорит очевидно или по моему мнению, или возможно и так далее. Я вынужден сказать возможно. Поскольку камень вообще с Иаковым связан с генезисом народа, а здесь это еще явно совершенно нечто пришедшее из внеземной реальности, с рекой. Знаете, как камни приносит река? То, соответственно, только тот камень, который потом становится строителем вот этой идеи, тот и называется камнем. Не знаю, может быть так, может нет. Удаляется микрофон, тебя не слышно. Да, вот видите, мне говорят, когда удаляется микрофон, меня не слышно. Но никак, невозможно все время держать. Значит, ну, что я могу еще сказать? Он будет слишком высоко для меня. Нет, нет, нет. Значит, теперь. Второе. В этом самом первом контексте рядом оказываются два понятия или два образа, которые и дальше будут жить вместе. Камень и вода. Мертвая материя, которая может стать живой по воле Всевышнего и символ жизни. Как бы мы ее не понимали. Вода. Это и колодец Иакова, который будет ниже. Это и вода из скалы, иссеченной посохом Моисея. И колодец, из которого самаритянка, я уже перешел на Новый Завет, дала напиться Иисусу, который оказывается колодецом Иакова. Иисус, как вы помните, там обещал дать воду живую, которая сделается в нем источником жизни, текущим в жизнь вечную. Третье. Два камня, упомянутые в этом контексте, имеют разную судьбу. Как я вам говорю, оник связан с генезисом народа Израиля. Второй жемчуг, правда, в ином лексическом облачении, становится символом премудрости. Хохма. В книгах Йов и притчи. Как и река, вытекающая из рая в этот мир, оба камня – знаки пограничной реальности. Только один оник смотрит на эту границу отсюда, а жемчуг – оттуда. Вот в этом их разница. Камня нет. Второй мотив. 11.3. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. Это практически единственный контекст Библии, где говорится о том, что нечто, глина обожженная, используется вместо камней. Раши в своем комментарии, естественно, к еврейскому тексту, к еврейской Библии, указывает причину, которую можно назвать бытовой. Поскольку в Вавилонии нет камней, ведь она расположена в долине. Честно говоря, не совсем мне это объяснение и кажется правильным камней. Я там был, камней много. Значит, обычно данный мотив, кирпичи вместо камней, проходит мимо внимания комментаторов. Однако, если наше предположение верно и образ камня действительно несет в библейском тексте большую символическую нагрузку, то данный контекст должен определенным образом вписаться в сложную систему мотивов и грани, составляющих образ. Как нам представляется, образ кирпичи вместо камней заполняет временную лакуну между потопом и началом истории избранного народа, Израиля. Вместе с которым вновь появляются камни, упомянутые в ассоциации с Раем и надолго исчезнувшие из текста. Это образ неправильного, богопротивного храма, который строит неправильный народ из неправильного материала. И, соответственно, кирпичи вместо камней. Храма богоугодный, строится из камня. Это и храм Соломона, и храм Христианская церковь, воздвинутая на камни отвергнутого строителя и так далее. Все это за рамками Пятикнижи или даже за рамками Ветхого Завета, но уже здесь мотив камня как подобающего материала для строительства Дома Бога намечен. Кстати, Филон в своем комментарии к этому стиху выстраивает оппозицию глина-камень. Мне нет времени об этом говорить подробнее. Я думаю, что Аркадий Бенсонович мог бы сказать очень много в продолжении. Глина, который вообще значимо довольно в символике Библии. Глина – это материал, из которого сотворен Адам. Прах. Значит, все человечество, но только избранный народ соотнесен с камнем. Теперь, значит, последняя вещь по поводу этого контекста. В книге Еремии, в главе 43, где Господь призывает народ не ходить в Египет, а остаться в земле иудейской, есть очень емкий образ диаспоры. «Камни в смятой глине» 43,38. И было слово Господника Еремии в Тафнисе. «Возьми в руки свои большие камни и скрой их в смятой глине при входе в дом фараона перед глазами иудеев и скажи им, ну, дальше угроза нападения на уходоносора на Египет». У меня такое впечатление, что образ камня в глине еще не использован в литературе, связанной с рассеянием и так далее. Это прекрасный образ, по-моему. Теперь камень Иакова. Все остальное – это камень Иакова. 15, значит, 13 раз. Три раза камень упоминается в эпизоде «Вещего сна Иакова», когда он получает обетование о народе, которое произойдет от него. Бытие, глава 28. Пять раз камень появляется в эпизоде «Встреча с Рахилью», Бытие 29. Три раза при расставании Иакова с Лаваном. Один раз в эпизоде, когда Бог меняет Иакова именно Израиль. Последний раз камень возникает в контексте «Брахот Яков», благословения Иакова в конце жизни, когда он обращается к Иосифу. И круг замыкается. Камень Иосифа и Оникс. Кстати, кто-нибудь может задать вопрос, почему я все время говорю, что камень Оникс – это камень Иосифа? А потому что на грудной пластине первосвященника 12 камней расположены в порядке колен Израилевых. И предпоследний камень – это Оникс. Ну, это, соответственно, как все комментаторы говорят, есть камень Иосифа. Если у меня кончается время, я остановлюсь. Прекрасно. При этом в трех из пяти эпизодов камень, который в них фигурирует, Иаков делает памятником. Итак, что мне хотелось бы сказать? Вот мы смотрим сейчас на текст без всяких комментариев. Понятно, что вот, смотрите, «Вещий сон», «Встреча с Рахилью», «Расставание с Лаваном», «Брахот Яков», «Благословение Иакова» в конце своим сынам. Это как бы вообще пунктиром вся его жизнь. Все основные вещи, связанные с ним, как с родоначальником колен Израилевых. Чего нет? Нету камня, связанного с рождением. И, значит, такой контекст нам дает уже комментаторская традиция. Раша восполняет этот пробел. В толковании на стих 25, Бытие 25-26, он пишет, «Потом вышел, ну, это стих такой, «Потом вышел брат его, держась рукою своею, запятую Исава». Раша пишет, «Я слышал аллегорическое толкование, разъясняющее стих согласно его прямому смыслу. По праву схватил его, чтобы удержать и не дать выйти первым, потому что Иаков был зачат первым, а Исав вторым. Убедись в этом на примере трубки с узким отверстием, положи в нее два камушка. Один за другим. Вошедший первым выйдет последним, а вошедший последним выйдет первым. Так Исав зачатый последним вышел первым, а Иаков зачатый первым вышел последним». Итак, судя по всему, комментатор очень тонко почувствовал, что с Иаковым камень должен быть связан на всем протяжении и находит объяснение, к тому же, очень укладывающееся в общую концепцию истолкование. Вот все это, то, что я вам сейчас рассказал, я в статье, которая уже написана, и вы ее сможете прочесть, как только выйдет сборник, я рассматриваю все контексты, включая первые два, и все контексты Иакова, привлекая два пласта комментариев, еврейский и христианский. Значит, что могу сказать, поскольку времени мне сказали, у меня всего лишь пять минут, что я могу сказать вам. Это явно совершенно... Помните, я в конце предыдущего заседания сказал, что мне очень понравилась фраза, значит, последнего оратора, где он сказал, что культуры или религии, он сказал, стилинг, мне больше нравится, борринг, крадут или заимствуют друг у друга образы. Понимаете, в чем дело? И еврейские комментаторы, и христианские комментаторы совершенно отчетливо понимают, символическую нагрузку мотива камня, образа камня, но дают ему совершенно разную интерпретацию. Значит, вот идея того, что это связано с генезисом народа, избранного народа, избранный материал, отчетливо подчеркивается и прослеживается в комментариях еврейских экзегетов. Причем, надо сказать, что текст они комментируют довольно аккуратно, и вот то, что мы видим из текста без комментариев, то и в комментариях и есть. Христианские комментаторы берут этот образ, но совершенно меняют его символизм. Это образ Христа. Как вы сами понимаете, очень много каменных мотивов связано, и камень, отвергнутый строителями, и так далее, и так далее. Причем, очень интересно, что в одном и том же контексте, где, например, у нас подряд три идут стиха библейских, внимание еврейских комментаторов на каком-то одном, он им больше всего подходит, у христианских акцент сдвигается на другой. Значит, я вам сейчас назову только один пример, потому что времени иначе не хватит. Значит, вот Иаков шел-шел, устал, остановился в каком-то месте. Ну, вот если брать у нас вот это предыдущее выступление, место это было все та самая гора, которая есть одна гора в истории, да, вот, значит, но он остановился на каком-то месте для него. Взял камень, положил под голову и заснул. Тут ему приснился вещий сон. Значит, в интерпретации там вообще-то сказано из камней, поэтому в синодальном переводе, по-моему, там один из камней есть. Значит, так вот, агодический, Раши тот же приводит агодическую историю, что Иаков взял вообще-то не камень, а несколько камней, при этом по другим источникам он говорит, что их точно было 12. И он выложил из них вокруг себя что-то вроде, знаете, такое вот, чтобы запах отпугивал зверей, вот вокруг себя выложил такое кольцо, чтобы звери не проникли, дикие. И тогда камни стали спорить друг с другом. Один из них говорит, на меня положит праведник свою голову, другой говорит, на меня положит. И тогда святой благословен он сделал их одним камнем. 12 колен, один народ. И поэтому сказано взял камень, который он положил себе изголовьем. Значит, это комментарий еврейский, который выводит ту самую идею, о которой я собственно сначала говорил. А вот что говорит Иоанн Златоуст. А он вообще грамотный человек был, он знал материал, и языки знал, и читать мог. Он говорит, посмотрите, как Иаков совершает свое путешествие, посмотрите на этого юношу, воспитанного дома, никогда не испытавшего ни трудного путешествия, ни житья на чужой стороне. Отправляясь в путь, он не потребовал ни вьючных животных, ни свиты, ни дорожных запасов. Он выступает путь как бы уже по апостольскому примеру. Когда зашло солнце, он уснул там, где его застигла ночь. Взял, сказано, камень и положил его себе в изголовье. Заметьте, мужество. Взял первый попавшийся камень и уснул прямо на голой земле. Как вы понимаете, это абсолютное снятие вот той грани образа, которая нужна. Дальше продолжать. У меня просто время у меня вышло уже. В принципе, да. В принципе, да. Тогда я позволю себе прокрутить немножко текст. два примера текстов, взятых из еврейской традиции, где многогранно символики камня подытоживаются очень точно и емко. Первый пример. Знаменитый Медраж «Берешит раба», перечисляет вещи, существовавшие до сотворения мира. Шесть вещей предшествовали сотворению мира. Некоторые из них были уже сотворены, а другие были задуманы для сотворения. Тора и престол славы были сотворены, а патриархи, Израиль, храм и имя Машеиха были задуманы для сотворения позднее. Все шесть вещей так или иначе связаны с мотивом камня. Я могу сказать, там есть еще другой, где семь объектов, там пять, скажем, связаны с камнем. Четыре прямо. Тора через оближ крижа и Лизавета, престол, подобие престола по виду как бы из камня Сапфира, Израиль, сравни камень Израиля в барахот Яков, а Иерусалимский храм строительным материалом, которого... Вот вам, пожалуй, две косвенные патриархи через Иакова, через Генезис, значит, ну, с Машеихом в пределах Ветхого Завета, как я стою, пример из книги Даниила, это камень, который упал, помните? Да, сокрушил Гриньного колосса. Вот. Значит, другой список, ну, повторяю, там не все связаны с камнем. А второй пример, Клиякар, есть такой драгоценный камень, комментарий, включенный в вильнюсское комментирование издания Торы. Знаете, такие вот книжечки, которые, в общем, долго-долго для всех были, пока не появились какие-то новые издания. Вот. Там дается, значит, толкование стиха Второзакония 9.9. Когда я взошел на горы, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета. Даются причины, почему камень выбран в качестве материала для скрижали. Внимание! Первое, поскольку большинство наказаний упомянутых в Торе представляют собой побиение камнями. Второе, чтобы почтить Иакова, с которым связаны слова пастырь камня Израиля. Третье, чтобы почтить храм, ибо сказано в Писании, посему так говорит Господь Бот. Вот, я полагаю, в основании на Сионе камень, камень испытанный. Четвертое, чтобы почтить Машииха со ссылкой на книгу Даниила. Что я хотел бы вам в заключение сказать. Когда-то, когда я начинал эту тему, я однажды говорил с одним человеком и говорил, что я использую вот комментарии, еврейские комментарии. Он сказал, ну это что это такое, надо текстом заниматься, а это все выдумки, это все и так далее. Вот, мне очень хотелось получить тот результат, который я получил. из текста наши предшественники, занимавшиеся изучением этого текста на протяжении многих веков, вытаскивали очень точно то, что в нем есть. Правда, они символизировали и пересимволизировали это в зависимости от той задачи, которая перед ними стояла и той символики, которая стояла. Вот это borrowing шло постоянно, хотя и шел обмен, потому что внимание одна традиция куда-то обратила, и на это смотрит и другая традиция. С этим тоже надо работать. Уважаемые коллеги, время истекло, даже я немножко перебрал, спасибо вам за внимание, извините, если был сумбур и спешка. Время? Спасибо. Спасибо. Дорогие коллеги, у нас есть несколько минут на вопросы, пожалуйста. У меня тоже микрофон, пожалуйста. Можно? Можно, да? Да, да. У меня такой вопрос, просто хочется комментариев, ведь если брать широко семантическое поле камня, не ограничиться теми лексемами, которые ты употреблял, то там же просто камень, скала, как имя Бога, ну и все вокруг этого, и плюс кифа, значит, Петр, в Новом Завете, в Ветхом Завете это просто одно из наиболее часто употребляемых имен Бога. Как-то это, как-то это вот... Вить, прости, цор я услышал, а второй... Ну, а второй кифа, ну вот, в Дианих Апостолах, ну, имя Петра, который ему был даден Иисус, это явно та же традиция. Вот как-то это же может все объединить, о чем ты говорил, наверное, вот. И потом в ранних исламских, особенно в шиитских секциях, там же тоже камень всегда имеет сакральное значение, и это тоже отсюда же взято, насколько я понимаю. Спасибо большое за вопрос. Все подобные вопросы будут сильно удлинять, значит, мое выступление или не удлинять. Я хочу только сказать одно, что в отличие, например, вот от этого текста, который написан, но еще не опубликован на русском языке, про камень в Коране у меня статья уже есть, и она уже опубликована, и даже опубликована уже несколько раз, и по-русски, и по-английски, так что просто я не буду сейчас касаться этой, знаете, что интересно, вот так, если коротко, практически, я вам сказал, что в Ветхом Завете камень никогда практически не выступает как часть пейзажа, это всегда символ, это не пустое употребление, ни в одном, а вот дальше еще интереснее, практически все контексты Нового Завета, это то, что называется референшилл стайл, это отсылка к какому-нибудь контексту из Ветхого Завета с пересимволизацией, не только комментаторы это делают, потому что, смотрите, вот когда значит, Иоанн Претеча говорит, что Бог может сделать из камней сих себе других детей, не говорите, что вы сыны Божии, да, вот это, это совершенно четко пере, когда мотив побиения камнями, вы помните знаменитую историю про Иисуса, когда хотели побить камнями за прелюбодеяние женщины, и понимаете, это снимается, очень многих, а если вы посмотрите на искушение Иисуса, ну вот в начале, когда дьявол приступил к нему, то, понимаете, там все камень, и даже они говорят со ссылками на написание, то, которое у них было, обе стороны, теперь относительно Корана, с шиитами сложно, потому что у шиитов было много источников, откуда они брали, шииты вообще пошли немножко дальше, чем такая классическая версия исламского вероучения, дальше это значит немножко за грань, за рамки, но если говорить про значит Коран, то в Коране тоже, так же, как и в Новом Завете, пустых упоминаний камня нету, сплошная символика, вот как начинается с реки Пишон, так собственно говоря, в трех вот этих текстах значит сплошная символизация, пересимволизация только, есть очень многие вещи, которые исламу не нужны, ему не нужен ни генезис народа, ему не нужен ни идея вот особое выделение Христа, поскольку для ислама это пророк, поэтому берутся только те вещи, которые актуальны, например, образ воды из камня не просто берется, а он даже еще и тиражируется, он еще появляется в местах, где в соответствующих сюжетах в Библии этого нету, то есть вот распутать все это в книжке можно, устно тоже, но если читать цикл лекций, а так я надеюсь, что я ответил на вопрос, который был задан. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вот город Гал-Гал, он как-то входит в вашу концепцию, то есть это город, в котором хранилось 12 камней, поднятых со дна реки эпоху. Насколько я знаю, этот город изображается на Мадамской карте, то есть что произошло с камнями, с их символикой. Вы знаете, я вам скажу так, есть сюжеты, которые я специально не исследовал, почему, потому что для меня стартово был текст Ветхого Завета, Танаха, для меня стартово был образ лексически связанный со словом Эван, другие я не брал, вот говорили про цор, говорили про что-то еще, я так смутно параллельно смотрел, это образы близкие, смежные, но другие. И вот то, о чем вы говорите, поскольку оно не связано с этим образом, я просто боюсь сейчас говорить, чтобы не ошибиться. Спасибо вам за это упоминание, у таких тем есть начало, конца нет. Спасибо. Вот у меня тоже есть вопрос, как раз он у меня возник в голове, когда я слышал ваш доклад, вопрос, связан ли этот сюжет с вашей проблематикой или нет. А именно я имею в виду шиитскую практику, с которой я познакомился во время путешествий по Ирану, и существование такого сакрального предмета, который, если я не ошибаюсь, называется мухра. то есть вот некая пластина или подобие камня с надписью из Корана или отпечатком руки Мухаммеда, вот то, что я привез как раз с отпечатком руки Мухаммеда, этот предмет сделан из земли либо Мекки, либо с храмовой горы в Иерусалиме, и это то, что во время молитвы шиит должен прикасаться к этому камню лбом и как бы мистически переноситься в сакральное пространство либо Мекки, либо Иерусалима. Вот это связано с тем, о чем вы говорите? Вы знаете, вот я могу ответить так, значит, понимаете, я не очень хорошо знаком с этой шиитской практикой, но я могу дать попытку ее помещения в какой-то контекст. Значит, камень с надписью это вообще вещь, которая есть уже в Коране. Это камни, которыми побивают грешников с неба. Сюжет, кстати, не новый, в Библии тоже есть, в книге Иисуса Навина, там в одном из сражений камнями с неба было побито больше, чем оружием наступающей армии израильтян. вот, но, значит, и эти камни в Коране камни из глины, и это для Библии, понимаете, как бы невозможно, потому что камень и глина противопоставлены в библейском тексте, а здесь это камни из глины с надписями, ну, таблички. значит, так вот, вы сказали, что это камень, но сделанный из земли, я не совсем понимаю, так если из земли, тогда это не камень, если это камень, то это что такое? ну, это вот в понятиях, по крайней мере, христианских, это своего рода реликвия, то есть берется святая земля, Мекки или Иерусалима, из нее делается некий камень, подобие камня с сакральной надписью или сакральным символом. значит, у суннитов этого нету, у шиитов это может быть переворачивание мотива из Корана, но если есть камни, священные камни от Бога, падающие с неба на грешников, то могут быть такие же камни, испеченные, скажем так, из чего-то, сделанные с надписями, которые наоборот возносят, не только, вот, другого я найти не могу, в пределах, скажем, Корана и такого классического коранического вероучения можно только увидеть здесь попытку переворота или реализованную попытку этого переворота символа. Не только в негативном, но и в позитивном плане. Вот, кстати, что-то мне в голову блеснуло, когда я вас слушал, но забыл. Да, мне кажется, что здесь есть очень интересная тема и как может быть возможность развития вашего сюжета, вот понимание камня именно как реликвии. шиитской практики и в христе, в христианской традиции. У меня ремарка небольшая. Мне кажется, что профессор Фролов очень точно, интуитивно или неинтуитивно действовал, беря за основу определенную корневую ячейку. Причем то, что было названо народной этимологией, это очень существенно для, предположим, талмудической традиции, то есть это выделение двух букв корня, не трех, а двухбуквенной корневой ячейки. В этом смысле слово Эвин и слово, например, Леваним, кирпичи, они имеют вот эти две буквы корневые. Тевин, а именно солома, из которой делали кирпичи евреи, это тоже получается из той же корневой ячейки слова. Лаван, у которого служил Яков, он имеет ту же самую составляющую корня. Луна, Левана, она тоже имеет ту же самую составляющую. Мне кажется, что действительно те корни, которые не относятся к вот этой корневой ячейке, они просто несут совершенно другую смысловую нагрузку и говорить о камнях другого рода, не связанных с вот этой корневой ячейкой, это просто говорить о другой теме. Это просто в другом будет. Спасибо, Ури, за его добавление. Вы знаете, у меня не только в этом исследовании, у меня есть всегда такая привычка. Вот если я иду по какой-то методологии, я ее придерживаюсь. Например, я брал комментарии к тексту. То, что там возникало, как в ассоциативном ряду, то я интерпретировал, привлекал и так далее. То, что там не возникало, хотя вот очень многие вещи, названные Ури, напрашиваются, то я и оставлял за скобками. Может быть, для следующего какого-то уровня исследования. Теперь был задан, извините, вот вы задали вопрос, но я не успел ответить. Вы не напомните вопрос? Я слушал Ури из про реликвию. Зачем далеко ходить, когда у нас в Каабу вделан камень? И вон реликвия. Тут нет вопроса. Вопрос о том, что идолы, это плохо. И идолы бывают каменные. Это и в Библии сказано. Идолы деревянные, каменные, и так далее, и стуканы. Понимаете, вообще и в Библии, и в Коране есть такая особенность, когда одно и то же выступает и с плюсом, и с минусом. Это очень часто связано с тем, насколько осуществляется, скажем так, план Божий или не осуществляется. Хорошие вещи могут становиться плохими, плохие хорошими. Абсолютного нет. Так что спасибо. Спасибо большое. Извините, можно одно слово только сказать? Да. Нет, у нас мы уже совершенно выбились из регламента. просто обожженная глина, как в Павелоне делали. Ну, конечно, обожженная глина, разумеется. Витя, у нас с тобой есть возможность только поговорить вне этой конференции. Пока. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо.